Друзья, всем привет! Меня зовут Никита и сегодня у нас на обзоре карта Село Ягодное. На самом деле, замечательная русская карта, еще помню ее по Фермер Симулятор 17. Я думаю, что в скором времени она станет такой же клевой уже в этой игре. Сейчас она находится в стадии разработки. На данный момент версия у меня 2.3.0. Вышла она, по-моему, вчера или, в общем-то, в принципе, свеженькая, но обновляется она довольно-таки быстро, поэтому, насколько актуальна будет информация, которую я вам сегодня вам покажу, я не ручаюсь. Ну, в общем-то, давайте посмотрим, что это за карта и с чем ее едят. В принципе, карта довольно-таки здоровая, поля здесь кривые, то есть для любителей прямоугольных полей она вряд ли подойдет, хотя у меня лично курсплей на ней работает хорошо, так что мне без разницы, абсолютно кривое тут поле или прямоугольное. Я вот 57 полей насчитал, сколько их на самом деле я не знаю, но вот 57 самое, скажем так, большое, которое здесь есть. Но опять-таки, есть здесь покупка именно участков, поэтому какие участки будете покупать, есть ли дополнительные, я не проверял и заниматься этим, честно говоря, впадло. Также на карте мы видим, скажем так, три деревни. Вот село Ягодное у нас сейчас выделено, где находится наша ферма, наш домик, находится школа, находится хранилище номер один, которое сопряжено с железной дорогой. Ну и наш, соответственно, склад, хранение зерновых культур и есть еще овощехранилище. Есть также тут деревня Гридины, не знаю, правильно ли я прочитал. Есть еще РП Перевозг, где, собственно, находится очень большое количество заводов. Заправка, магазин, точки продажи, очередное хранилище. Ну и рядом находятся еще тоже очередные заводы, покупка сена, соломы, травы, бла-бла-бла. В общем-то, точек продаж на данный момент много. В 17 ферме вообще на самом деле здесь было очень много производств и, соответственно, я думаю, что уже совсем недалеком будущем, потому что по тиху стали появляться карты с производствами, автор добавит именно заводы, как заводы, которые будут что-либо делать. То есть производить продукты, которые будут куда-либо продаваться. Но это все, я думаю, недолго ждать, если честно. Ну и плюс дополнительные культуры, типа там рожь была, овес, ну овес был как дополнительная культура тогда, сейчас он свой здесь есть. В общем-то, все есть, железная дорога есть и в будущем карта будет еще лучше, хотя она уже на данном этапе очень и очень хороша. Контракты на карте тоже работают, с ними все в порядке, можно брать и технику арендовать, в общем, с этим все хорошо. По поводу финансов, тут все, в принципе, как обычно, за исключением того, что стартовая техника есть на любом уровне сложности. Не только на новичке, но и на хардкоре тоже будет стартовая техника, разница лишь только в стартовых денюжках. Ну и когда начинаешь на новичке, 33-е поле, вот этот участок, точнее вообще, вот так вот он выглядит, собственно, 33-й участок находится в ваших владениях. И вообще имеет смысл его сразу же купить. И денег остается, кот наплакал. Я не знаю, как начинать на хардкоре, честно говоря, здесь играть. Итак, по поводу стартовой техники. Собственно, имеется у нас вот такой вот гараж и пикап в нем, хотя я никогда, вообще никогда не пользуюсь пикапами. Что-то мне как-то передвижение на машинах в этой игре не доставляет никакого удовольствия и не нахожу я никаких нужд. Может я просто играть не умею, может еще что-то, но как-то так. Но для работы на полях, в принципе, все, что необходимо. Прицеп, комбайн, сейлка, плуг, жатка и средний трактор, который все это дело потянет. На всех базах и на заводах, кстати, есть вот такие вот замечательные гаражи, которые открываются. И вполне возможно, будут они реализованы со скриптом, который выгружает технику из оперативной памяти. Что было бы на самом деле замечательно. Я бы на самом деле автору посоветовал бы еще поставить здесь, например, мойку. Есть, был такой мод на установку мойки, короче. Ну прикольный, он мне нравился. Я бы ее на самом деле сюда вполне себе впендюрил бы. Заводы все здесь реализованы только как точки продаж пока что. Но я уверен, что будут потом производства. Об этом, в принципе, для этого все есть. Осталось только, грубо говоря, скрипты внести и дополнительные культуры. Видим мы, что все будет на поддонах, скорее всего. Хотя на данном этапе я вообще сквозь них перехожу. Но на них вот мука написана на этом поддоне. Видимо, куда-то сюда надо будет сгружать муку, например. Ну и так далее. А здесь вот у нас пока что просто точка продажи. Заводы, кстати, все отличаются по дизайну, скажем так. То есть не так, что везде все одинаковое. Вот, например, мукомольный завод выглядит абсолютно по-другому, ежели хлеб-завод. Да и, собственно, не просто так. Все-таки они на самом деле выглядят все по-разному. Крупяной завод тоже отдельно нарисован. Все это красиво, все очень здорово. Мне нравится. Ну и плюс гаражи, он есть на заводах практически на всех. Здесь вот несколько триггеров, опять-таки, для разных культур. Ну и так далее, собственно, по заводам. И самое главное, это БГА. БГА имеет две вот таких вот здоровых ямы, силосных. И, собственно, все хорошо. Тут все работает. Ну и сюда, соответственно, сгружать силос готовый. Плюс, опять-таки, гаражи. Много места, чтобы развернуться. Здесь, видимо, будет выгрузка дегистата или что-то в этом духе. Ну и плюс у нас на заводе есть еще свое хранилище. Я, правда, не знаю, что здесь будет храниться конкретно. Можно ли будет здесь, например, сечку хранить, которая не поместилась в ямы. Хотя в такие ямы я сомневаюсь, что что-то не поместится. В любом случае, все очень здорово. Есть на карте две заправки. Одна выглядит вот так. И помечена она как точка разгрузки. В общем, как склад. Насколько я понимаю, сюда можно сгружать свое топливо и, собственно, им заправляться. А не, заправка работает как надо. Заправляется за денежку здесь. Все хорошо. Ну и есть еще одна заправка. Здесь, соответственно, это лукойловская заправка с такими вот интересными текстурками. Выглядит красиво. В принципе, все работает. И это хорошо. Давайте сейчас прокатимся немножко по городу. Просто посмотреть текстурки зданий, как здесь все сделано. Трафик на дорогах есть, который ездит. Вон люди ходят. Давайте даже, может быть, я не знаю, пропустим этих всех пешеходов. Только что-то он вообще медленно едет. Собственно, все хорошо. Мне пока что все очень нравится. Давайте, наверное, вот здесь припаркуемся. Да, двигатель не глушится. Собственно, все сделано, все красиво, все здорово. Ну и также на карте есть поезд. Обычный дизель-локомотив. Три вагончика на нем для зерна. Один для леса и один просто такой для поддонов, для тюков. И платформа, в общем-то, пустая. И плюс, что я вам скажу, карта довольно-таки большая. Поэтому вероятность того, что вы будете пользоваться поездом, довольно-таки высока. Я сейчас на машине со скоростью 120, наверное, минуты две ехал с нашей базы к этим заправкам в этот город, чтобы вам это все дело показать. Плюс есть железнодорожные переезды, которые работают со шлагбаумами. Ну, это, в принципе, не так сложно было сделать. Работают и слава богу. А плюс еще в версии 2.3 добавили карьер, который может добывать для нас песок. Здесь его вот можно купить. Есть табличка, здесь можно купить песок. Но автор указал, что можно их на халяву оттуда брать. Насколько я понимаю, именно вот здесь текстурки песка идут. И, кстати, нужно устанавливать отдельно. Там есть небольшой геморройчик. Ну, как геморройчик. Лишнее телодвижение, кроме как карту поставить. Надо еще и текстуры эти устанавливать в саму папку с игрой. Но это все на самом деле не сложно. Просто папку копируешь и все. Но не суть важна. Вроде как здесь можно брать. Но для этого надо сначала купить участок с этим карьером. Который идет вместе с 38-м поле. Насколько я понимаю, что именно так это все делается. Я могу быть не прав, извините. Стоит он недорого. 146 тысяч. Биогаз, кстати, тоже 146 тысяч всего стоит. Это, как по мне, копейки. Это одно из тех производств, которые надо сразу покупать. Ой, простите, я не туда посмотрел. Это мой баланс. 146 тысяч. Участок с карьером стоит миллион. И 622 тысячи стоит, соответственно, биогаз. Простите меня, пожалуйста. Вообще, цены на участки, я тут сейчас щелкаю, довольно-таки адекватные. Зависит от размера поля. Есть вот поле 30-е, например, здоровое. Полтора миллиона стоит. Небольшие поля можно по 200 тысяч покупать, по 150. Вот этот участок, конечно, необоснованно дорогой. Ну да ладно. Вот тут даже светофоры вон работают. Ну как работают? Моргает желтым. Но даже такого вы нигде не найдете. По крайней мере, я пока что не встречал. Как я уже говорил, трафик тут есть. Ездят обычные машинки. На обочинах встречаются газельки. Там где-то около нашего села был пост ГАИ. Вот такие вот указатели есть. Все хорошо. Красиво, в общем-то, все сделано. А, это около заправки пост ГАИ. Что-то я попутал. Да, на лесных дорожках, кстати, сделано здесь кое-где там грязь, лужи, ямы. В общем-то, все проработано. Все очень интересно. Все здорово. Как по мне, проселочные дороги тоже сделаны вполне качественно. Потому что я встречал, где вообще полный трэш творился. И ландшафт сделан. Горы. В общем-то, все очень круто. Также в селе есть почта, магазинчик. Там куча всякой фигни. В общем-то, очень все хорошо. Я тоже пятый раз сказал. Ну, потому что карта действительно оставляет очень хорошее впечатление. Где тут наш дом-то? Слева указано, что у нас есть свой дом. Будем считать, что вот этот. А, не, я не угадал, кстати, справа. Который, да, вот гараж, из которого мы выезжали. Это, кстати, маленькое поле, на котором растут какие-то помидорки. Да, теплицы, кстати, тоже были на карте. Рыбная ферма, 18 производств, в общем-то, было. И, собственно, они все еще будут в будущем. Я в этом не сомневаюсь. Обязательно все будет. Ворота, кстати, открываются со всеми звуками. Здорово. Просто здорово все сделано. Вот эта калиточка тоже открывается. Можно выйти, подышать свежим воздухом. Серым. Тут яблонька растет. Можно пойти скушать яблочко. Грядочки какие-то есть. Это, кстати, по-моему, моя земля уже купленная. Ее можно чем-нибудь засеять. Если, конечно, добраться сюда на тракторе. В общем-то, ребята, на этом все. Карта определенно заслуживает своего внимания. Одна из лучших, которые существуют на данный момент. Да и вообще, в целом, она становится в один ряд с такими картами, как Свапо Агра или там Дары Кавказа, например. Это я говорю про топовые, которые прям вот реально топовые. Только это, ну, на данный момент, я не знаю, как будет в будущем. Она даже и бесплатная пока что. Все, конечно, может измениться. Хотя я сильно в этом сомневаюсь. На этом, ребята, пожалуй, все. Ставьте лосики, если вам понравилось это видео. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить будущие обзоры. Пишите свои комментарии по поводу этой карты. С вами был Никита Дилей. Всем всего доброго. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok